Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Новороссия» итоговый выпуск новостей. В студии для вас работает Дмитрий Подорожник и далее о главных событиях этой недели. В пятницу 29 января в Народном совете ДНР состоялся очередной правительственный час, который проводился с целью контроля парламентариями деятельности органов исполнительной власти. В рамках правительственного часа перед депутатами с докладами выступили министр труда и социальной политики Ольга Малиновская, министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец, исполняющий обязанности министра угля и энергетики Руслан Дубовский и исполняющий обязанности министра информации Елена Никитина. Она выступила первой, рассказав присутствующим о работе министерства за истекший период. На сегодняшний день в электронной базе данных 7901. Одна запись об аккредитованных журналистов. В 2015 году зафиксировано 4769 обращений корреспондентов из 46 стран. С июля 2014 года ведется регистрация средств массовой информации. Есть ли сегодня 109 печатных СМИ, из них зарегистрированных в 2015 году 88, 13 телеканалов, 14 радиостанций, 48 суток зданий, 114 интернет-провайдеров и корпоративных операторов. Хочу обратить внимание, что это зарегистрировано, это не значит, что все из них работают. Вообще, в связи с тем, что мы оказались на передовой информационной войне, которая привела к реальным боевым действиям и кравополитию на нашей земле, приходится регулировать то, что в мирное время не предусматривалось законодательством. Так ранее никогда не осуществлялась государственная регистрация операторов наружной рекламы. Война заставила нас это сделать, так как большое количество держателей рекламной конструкции погибло Донбасс. И все мы наблюдаем, как решают Белгород, Белгороды. И с учетом того, какое количество их позволили ранее соорудить, не взирая на явные с точки зрения архитектуры и не только вред для города, с этим надо было наводить порядок. Полномочия Министерства информации по регулированию наружной рекламы закреплены во временном положении о порядке регистрации средств наружной рекламы на территории ДНР, утвержденным постановлением Совета Министра ДНР от 9 апреля 2015 года номер 5.16. Следующим перед депутатами отчитывался Руслан Дубовский, исполняющий обязанности министра угля и энергетики Республики. Добыча угля в 2015 году в предприятии в том собственности составила 9 млн 55 тысяч, в том числе добыта 2 млн 622 тысяч для производства фокса и 6 млн 432 тысяч энергетического угля. В 2015 году на 8 государственных шахтах введены в эксплуатацию 9 новых лав. И одна лава временно остановленная, то есть в сумме получилось 10 лав. Суммарной производственной мощностью 9 480 тонн в сутки или 260 тысяч тонн в месяц. В том числе 2 лавы под обличие угля для коксования с нагрузкой 1600 тонн в сутки или 43,5 тысячи тонн в месяц. И 8 лав под обличие энергетического угля с нагрузкой 7 880 тонн или 216,5 тонн в месяц. Министр труда и социальной политики Ольга Малиновская выступила третьей. В 2015 году с мая была организована регулярная выплата социальных пособий населению. Как вы знаете, до мая были разовые выплаты пособий. С мая выплата пособий уже в мой сентрикулярный характер. Пособия выплачиваются по всем категориям, на которые лицо имеет право. И семьям с детьми пособия выплачиваются на каждого ребенка. За период с мая-декабря 2015 года было выплачивано 1,5 млрд. рублей пособий 110 тысячам получателей. Четвертым перед парламентариями отчитывался министр строительства ЖКХ Сергей Наумец. В течение 2015 года в Министерстве строительства ЖКХ было проделана большая работа по двум основным направлениям. Направление первое – строительное. Получены и обработаны более 9 тысяч автов оценки состояния объектов и дефектные авты. Сформированы программы по восстановлению разрушенных объектов в республике. Восстановлены по первому этапу 293 социальных университетов. Куда вошли 115 объектов образования, 20 объектов здравоохранения, 28 объектов водоснабжения, водоотведения, 130 объектов здравоохранения. По второму этапу планируется восстановить 1189 объектов многоквартирного жилого сектора, 436 объектов в социальной сфере, 2000 домов частного сектора отремонтировать, 111 построить новых жилых частных домов. Также достроить подборный фонд три многоэтажных жилых дома. На конях 2015 года восстановлено 409 объектов. Это 91 объект образовательного учреждения, 37 объектов здравоохранения, 9 объектов теплоснабжения, 3 водоснабжения и 269 многоквартирных жилых домов. Фактически завершено строительство 111 частных жилых домов города Тывальцево, Иловайск, Ублигорск, Шарчожки, Выбрыск. По домам маневренного жилого фонда, расположенным в горбоке Тывальцево и Юна Томонарусу, ведутся активные строительные работы. По программе восстановления 2000 домов частного жилого сектора, на конец года в городах и районах республики созданы штабы по приему и распределению строительных материалов жильцам для восстановления разрушенных домов. Также приглашенные министры ответили на вопросы парламентариев о деятельности возглавляемых ими министерств. Дмитрий Зиньковский, Елена Чистякова, Геннадий Горбунов. Специально для Новороссия ТВ. В пятницу на внеочередной сессии парламента республики председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин рассказал о результатах недавней встречи контактной группы в Минске. Есть куда стремиться. Больше, наверное, хотелось бы остановиться на позиции украинской стороны. К сожалению, Украина допускает вынос на публичное обсуждение некой конфиденциальной информации, которая не является окончательной, не является, наверное, уже полностью согласованной позицией. То есть это какие-то промежуточные этапы, и выносить их это как минимум некорректно. И здесь, конечно же, затрудняет весь переговорный процесс. С ними приходится работать очень осторожно, потому что мало того, что это выносится на публику, здесь наблюдается просто ложь и искажение. И усложняет процесс. Но, тем не менее, Минский процесс нужен, и мы будем продолжать данные баталии. Приведут ли они к положительному результату и будет ли достигнут компромисс по Минскому соглашению. Ну, в частности, сейчас очень остро стоит вопрос с выборами. Пока же время. Мы озвучивали террористический акт, который был совершен в центре Донецка, когда был подорван памятник Ленина, попытка подорвать. Но пострадал, к счастью, только пьедестал, и не было пострадавших среди наших граждан. К сожалению, мы также можем объяснить, наверное, происходящее в следующем. Украина не может решать политические вопросы. Наблюдаются сложности не только в переговорном процессе, но и внутри Украины. И Украина пытается таким образом сместить акценты или, скажем так, аспекты в военную часть. И они пытаются обсуждать больше военные вопросы, при этом сами увеличивая количество провокаций и обстрелов. Достаточно кощунственно, но это имеет место быть. Естественно, мы пытаемся этому противостоять. Мы подчеркиваем происходящее, какова будет реакция и какова будет, наверное, дальнейшая судьба происходящего, покажет время. Также он прокомментировал внесение Верховной Рады поправок в регламент Конституции Украины. Дело в том, что если бы они проголосовали во втором чтении уже сегодня или до окончания, скажем так, сессии, это нас бы так же не устраивало. Потому что те изменения, которые проголосованы были в первом чтении, они с нами не были согласованы, не учитывают наши интересы, они не отображают нашу позицию, и они не могут решить данный конфликт, и они являются прямым нарушением комплекса мер. Поэтому я не хотел бы на этом даже сострять внимание. К сожалению, Украина в очередной раз демонстрирует, что они могут нарушать Конституцию тогда, когда им это нужно. Я вам хочу сказать, перенос изменениями в регламент второго чтения является прямым нарушением норм Конституции Украины. Поэтому сейчас я не хотел бы даже это обсуждать. Нам сейчас нужно идти по шагам. Сейчас идет обсуждение, острая фаза обсуждения самого закона о выборах. После того, как мы здесь разберемся, нам необходимо будет решение уже по Конституционной реформе. Но обязательно согласованное с нами, без этого никак. Планируется поездка Петра Порошенко в Германию, к Ангеле Мерке, или ваши прогнозы по лицам готовы это предъявить? Вы знаете, есть надежда на то, что Запад продолжит оказывать давление на Киев, чтобы Киев сдвигался в плане выполнения взятых на себя обязательств. Но, как мы видим, сейчас Порошенко может пообещать все, что угодно Ангеле Меркеле, а приехав сюда, отдать совершенно другие распоряжения переговорщикам в рамках контактных групп. Дмитрий Зиньковский, Елена Чистякова, Геннадий Горбунов. Специально для Новороссия ТВ. 26 января в Донецке состоялся брифинг уполномоченного представителя энергетической системы ДНР Александра Шестакова по вопросам оплаты за потребленную электрическую энергию. В ходе брифинга были даны исчерпывающие разъяснения насчет порядка оплаты используемых ресурсов резидентами и нерезидентами ДНР. Согласно действующему законодательству и постановлению Совета Министров Республики от 3.06.2015 года номер 10-25 об упорядочении взаимоотношений субъектов хозяйствования, осуществляющих поставку, передачу, транспортировку электрической энергии электрическими сетями на территории Республики, оплата за потребленную электрическую энергию, полученная от всех потребителей электрической энергии на ее территории, производится денежными средствами в рублевом эквиваленте путем перечисления на текущий счет, открытый энергопоставщиками в Центральном Республиканском банке. Для обеспечения социальной защищенности граждан Республики, недопущения необоснованного повышения тарифов на электрическую энергию, оплата за потребленную электрическую энергию бытовыми потребителями, проживающими на территории Республики, осуществляется на текущий счет республиканского предприятия, региональная энергопоставляющая компания, открытый в Центральном Республиканском банке по тарифам, утвержденным указом главы Республики от 17.04.2015 года номер 147 о тарифах на электроэнергию отпускаемого населения. Подводя итоги брифинга, уполномоченный представитель энергетической системы ДНР призвал жителей республики оплачивать счета за электроэнергию только в Центральный Республиканский банк Донецкой Народной Республики, в противном случае потребитель будет признан должником. Напомним, что на территории ДНР отключение электроэнергии за просроченные счета предприятий начались с июня 2015 года по истечению льготного периода, отведенного для погашения долгов. Дарья Черничная, Виталий Чех, Новороссия ТВ От 30 января в пункте приема общественного движения «Свободный Донбасс» в городе Макеевка была организована передача гуманитарной помощи малообеспеченным семьям, вынужденным переселенцам и гражданам, не подходящим под основные категории социальной помощи. В республике вообще-то налажена выдача пособий, пенсии, но так получается, что не все категории попали. В связи с событиями у некоторых утерянные документы, некоторые потеряли работу, просто не попадают ни под какую категорию именно на социальные выплаты. Поэтому им тоже надо оказывать помощь гуманитарную, чем сегодня и занимаемся. Гражданам республики, предоставившим необходимые документы, были выданы продукты питания длительного хранения. Это мясные и овощные консервы, крупы, макаронные изделия и растительное масло. Хочу поблагодарить Ассоциацию «Свободный Донбасс» за предоставленную гуманитарную помощь. Очень нужна помощь. Большое спасибо, что в наше тяжелое время находятся люди, которые небезразличны к нам, за то, что помогают нашим деткам, за то, что выживать нам помогают в это тяжелое время. Большое спасибо. Спасибо большое, что помогает «Свободный Донбасс». Мы нуждаемся в этом очень сильно. Работы очень мало и выживать сложно. Вот вы сегодня получили помощь, там есть продукты питания. Нужна она ваша семья? Как ты считаешь? Считаю, нужна, потому что у нас семья не то чтобы не маленькая, но достаточно большая. Зарплаты небольшие у родителей? Небольшие. Организация «Свободный Донбасс» занимается решением различных проблем населения, социального и правового характера. Со своими вопросами граждане могут обращаться в приемные общественного движения в своем населенном пункте. С 2016 года, буквально с января месяца, мы открыли общественную приемную. Это городская организация «Свободный Донбасс» находится на улице Островского, 3, дробь 18, возле Макеев-Угуля, ну, также рядом городская администрация города Макеевки. Кристина Крымова, Виталий Чех, Новороссия ТВ. Во вторник, 26 января, в Доме правительства состоялось заседание Комитета Народного Совета Республики по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Темой заседания стало обсуждение и анализ заключений к законопроекту ДНР номер 30 ВС о судебно-экспертной деятельности, внесенного председателем Верховного Суда ДНР Эдуардом Якубовским. Председатель совал депутат Народного Совета ДНР Сергей Рубин. Основным докладчиком выступила депутат Татьяна Дворяткина. Все читали новый проект закона, который нам всем представил на рассмотрение и на анализ Верховный Суд ДНР. Мы обсуждали этот законопроект комитетом и пришли к выводу, что данный законопроект мы, как комитет, будем его просить отклонить. На мероприятие были приглашены докторы юридических наук, заведующий кафедрой уголовного права и процесса ДЮА Александр Моисеев, представитель Верховного Суда ДНР, представитель МЧС, Министерство юстиции, члены профильного комитета и другие. Нам предстоит в дальнейшем, вот сейчас, принять решение. Мы будем усовершенствовать действующий закон с учетом предложений и в старый, и в новый закон. Или мы примем новый проект для доработки и совершенствования регулирования судебной экспертной деятельности. Правки, сделанные к законопроекту, вызвали немалые споры и дебаты между собравшимися. Связано это было с тем, что некоторые из заключений и поправок были, по мнению экспертов, сырыми, а также могли иметь двойное толкование. Кстати, вы говорили, что законы должны блокировать интересы государства, но я думаю, что все-таки законы должны блокировать интересы граждан, живущих в этом государстве. Граждане и из государства. А государство нам подходит. Камнем преткновения для комитета стал вопрос необходимости многоуровневого контроля за работой судебных экспертов и экспертных комиссий. Очень многие судебные решения зависят именно от работы экспертов. И эксперт должен быть максимально независим. А эта независимость достигается путем осуществления деятельности, в которой будут соблюдены и такие понятия, как контроль, поскольку желательно, чтобы министерства в минимальной степени контролировали деятельность непосредственно экспертов. Итогом такого жаркого круглого стола стало принятое постановление. На сегодняшнем круглом столе было принято решение направить данный законопроект на доработку в Верховный суд, как инициатору данного закона, и при этом создать рабочую группу на базе Министерства юстиции, в которой главной целью поставить осовершенствование того законопроекта, который ныне действует в Донецкой Республике. Дмитрий Зиньковский, Геннадий Горбунов. Специально для Новороссия ТВ. 29 января в интервью министра образования и науки ДНР Ларисы Поляковой она рассказала в правилах сдачи абитуриентами ДНР Единого государственного экзамена Российской Федерации, не покидая предела в республике. Министерством образования и науки ДНР с согласия Рособранадзора Российской Федерации создан международный пункт ЕГЭ на территории республики. Напомним, что в 2015 году использовалась база некоторых центров Рособранадзора для прохождения процедуры сдачи ЕГЭ более чем для 300 школьников ДНР. На сегодняшний день Министерство образования и науки ДНР предоставляет возможность обучающимся 11-12 классов образовательных организаций среднего общего образования текущего учебного года пройти процедуру сдачи ЕГЭ, не покидая предела в республике. При этом желающим следует знать и учитывать, что сдача ЕГЭ не отменяет обязательную в ДНР государственную итоговую аттестацию ГИА, которая проходит в конце учебного года и завершает освоение программы среднего общего образования. ЕГЭ будет проводиться в двух городах – Горловке и Донецке. Министр образования и науки подчеркнула, что Министерство образования и ДНР только предоставляет площадку для сдачи ЕГЭ, а всеми методическими и организационными вопросами занимается Российская Федерация. Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Министерства. Дарья Черничная, Вячеслав Богайчук, Новороссия ТВ 29 января в Республиканском академическом научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте горной геологии, геомеханики, геофизики и маршердовского дела состоялось заседание Совета науки Министерства образования и науки ДНР. На протяжении 2015 года в ДНР формировалась система научно-технической деятельности. Несмотря на то, что ряд направлений, над которыми вели работу научно-исследовательские институты, их количество составляет около 10% были утеряны, удалось сохранить целый комплекс важных научно-исследовательских институтов, которые ведут исследовательские работы в химии, физике, экологии. Ведется разработка новых материалов с новыми свойствами. В повестке дня два вопроса. Отчет о проделанной работе за прошлый год, 2015 год, он был результативным для нашей системы, для научного сообщества. Разработана нормативная база. Обсуждались вопросы интеграции в мировое научное пространство. Это не громкие слова. Действительно, нас воспринимают как партнеров и в большой науке тоже. Мы уже сейчас на стадии внедрения некоторых опытных, опытного производства. Мы сейчас ведем переговоры с иностранными компаниями, тоже в плане партнерских отношений. В перспективе, конечно, развития большой науки в нашей республике, потому что от этого зависит и жизнь общества, и развитие экономики нашего государства, потому что развитие любого государства без науки невозможно. Основную задачу, которая ставится перед нашими учеными, это восстановить, к сожалению, за 20 лет мы получили такую ситуацию, что наука во многом делалась ради науки. Значит, основная задача сегодня перед учеными ставится такая, что любая разработка, начиная от фундаментальных работ, должна заканчиваться, ну, будем говорить так, по цепочке фундаментальные работы, прикладные работы, которые исходят из фундаментальных наработок, и работы, которые бы позволяли создавать новую технику и технологии, и тем самым восстанавливать нашу промышленность. Причем задача ставится не просто о восстановлении промышленности, задача ставится о создании промышленности на основе новых технологий, инновационных технологий. Период перехода к четвертой технологической революции, когда в укладе государства науки и промышленности должны в полной мере применяться научные знания, и если раньше научное сообщество имело возможность наверстывать упущенное, когда время между появлением новых технологий составляло десятилетия, в современном мире временные рамки сократились до 2-3 лет возникновения ключевых технологий. Если вовремя не заявить о своих конкурентных преимуществах по тем или иным направлениям, отмечает Александр Ридош, начальник отдела наук и технологий Министерства образования и науки ДНР, то в будущем будет очень тяжело развить промышленность на новом технологическом уровне. Чем быстрее мы вот эту взаимосвязь установим между наукой и производством, тем эффективнее будет работать и наука и производство. Оксана Волчонок, Виталий Чех, телеканал «Новороссия», город Донецк. А 28 января в Министерстве информации ДНР состоялась пресс-конференция Анатолия Степанова, главного редактора информационного агентства «Русская народная линия». На мероприятии обсуждались темы, касающиеся проблем в информационной войне, развернутой против русского мира. Главной задачей информационного портала «Русская линия», основным направлением которого является церковно-политическая тема, является взгляд православного человека на происходящее событие. Сотрудниками портала были собраны фильмы про отечественных героев, которые этнически не обязательно были русскими. Ведь не зная своего прошлого, человека легко ввести в заблуждение, что сейчас и происходит на Украине, подменяя истинных русских героев, наложенных Мазепу, Бандера, Шухевича и тому подобное. Как сказал замечательно Сталин, я не грузин, я русский грузинского происхождения. Кто такой Багратион? Это русский генерал, хотя в нем не было ни капли русской крови. Кто такая великая княгиня Елизавета Федоровна, которой не было ни капли русской крови, это русская святая. Поэтому понятие русский, которое пытается сейчас, и, кстати, как раз на Украине это происходит, свести к понятию российский, это глубоко ошибочная позиция, которая как раз направлена, это чтобы разрушить вот этот русский менталитет, имперский менталитет, который изначально существовал, складывался веками и существовал и в Российской империи, и в советское время. Анатолий Степанов также поделился своим мнением по поводу противостояния правого сектора с бандеровцами против главной угрозы Украине – памятников Ленина. Ведь Владимир Ильич являлся не просто лидером мирового пролетариата, он носит в данный момент суть русского присутствия. Сейчас памятники Ленина – это символы сопротивления. И с этим надо считаться, нельзя говорить, что иногда звучат такие голоса, вот как одно полезное дело сделали бандеровцы и правосеки, они разрушили памятники Ленина. Вот нам надо тоже разрушить памятники Ленина. Памятники Ленина разрушали, потому что символ русского присутствия, а не потому что Ленин – лидер мирового пролетариата. Подытожил Степанов свое выступление мнением по поводу информационной войны на Донбассе. Ведь на той же территории Украины живут такие же русские, как и в Донецкой и Луганской народных республиках, в России, Белоруссии и так далее. Их ум и разум всерьез заражен ложной пропагандой американского правительства. Эта проблема является серьезным аспектом в наше время, ведь русский идет убивать русского. Мне кажется, что самый главный совет – это нам надо обращаться к истории. Вот нам надо пропагандировать историю, возвращать историческое сознание. Вот отсутствие или слабость исторического сознания, исторического мышления – это главная опасность. И вам сейчас здесь это как никому, наверное, понятно, потому что вы столкнулись вживую с людьми, у которых сознание переформатировано. Историческое сознание переформатировано. У них совершенно искривленный взгляд на нашу русскую историю. Сейчас главная наша задача, общая наша задача – это изучать те уроки информационной войны, которая происходила на Украине, делать из них выводы. Причем это должна быть, может быть, такая неэффектная такая война информационная, она не приносит сразу результата. Вот мы 15 лет назад, слово патриотизм было глумливым словом в общественном пространстве. 20 лет назад все кичились тем, что они не патриоты. А сейчас в России, так сказать, попробуй политик сказать, что он не патриот. Политическая смерть. Что произошло? Происло изменение. Вот это вот результат информационной войны, которую мы выиграли в этом смысле на пространстве России. Анатолий Степанов был гостем аналитической программы телеканала «Новороссия ТВ. Путь правды». Более обширно раскрывались и обсуждались темы информационной войны и ее последствий. Посмотреть данный выпуск вы сможете на интернет-просторах телеканала «Новороссия ТВ», на ютуб-канале, в группе ВКонтакте, а также на нашем сайте. Сергей Михайлов, Виталий Чех, Новороссия ТВ. Ежегодную дату памяти жертв Холокоста 27 января Министерство иностранных дел ДНР провело заседание круглого стола. Мероприятие в первую очередь было направлено на то, чтобы напомнить себе и общественности о тех событиях 20 века, что навсегда останутся кровавым пятном в истории человечества. «Семьдесят лет назад, после самого ужасного кровопролития за всю мировую историю, мир уже был готов поверить в то, что больше нет национального превосходства и человека неинобильничества. Уничтожено понятие расовой дискриминации. Но, к сожалению, в последние десятилетия все чаще и чаще из разных уголков всего мира приходят тревожные звоночки. И, наконец-то, мы пришли к тому, что в современном мире на территории Донбасса проводится настоящий юнцид народа». Для нас очень важно помнить подобные исторические даты, но среди современной молодежи мало кто точно знает, почему жертв Холокоста вспоминают именно в этот день. 27 января 1945 года советские войска освободили узников Аушвитца, лагеря смерти, в котором с 1941 по 1945 нацисты умертвили около 1 миллиона 400 тысяч человек. Выжить удалось немногим. Советские солдаты во время взятия лагеря нашли живыми только 7,5 тысяч человек. Некоторые из них еще с нами, и им есть что рассказать о том страшном времени, чтобы не допустить повторения истории. «Это мои собственные вещи, когда я находилась в концлагере Освенца. Я привезла вот такую миску, которая мне досталась наследству от умершего. Вот она, красная миска. Это подлинность. Она находится у нас в Краеведческом музее. И мне хотелось поделиться с вами все то, что я всю жизнь ношу вот здесь. Всю жизнь». Двойные стандарты в мировой политике, несвоевременное пресечение международным сообществом преступлений против людей, к сожалению, приводит к тому, что история повторяется уже в наше время, и мы являемся прямыми свидетелями подъема неонацизма, факта восквернения исторических памятников и культурного наследия. Борьба со всеми этими явлениями не должна прекращаться ни на минуту, чтобы искоренить эти понятия в дальнейшем. Анна Триксель, Виталий Чех, специально для Новороссия ТВ. Гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов была доставлена в город Снежное семьям погибших и раненых военнослужащих армии Донецкой Народной Республики. Помощь семьям оказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики от фракции «Свободный Донбасс» Евгений Орлов. «Здесь мы привезли продуктовые наборы для семей погибших и раненых ополченцев города Снежного. Помогаем как можем, потому что понимаем, что государственной помощи недостаточно. У нас в такие сложные времена и по бюджетированию, поэтому всем миром как можем так и помогаем. Сюда мы сейчас привезли 53 пакета, но это по всем городам республики мы это развозим. И, соответственно, очередями, то есть по мере поступления списков этих семей, соответственно, по мере поступления мы развозим данную помощь. Спасибо большое за гуманитарную помощь. Ну, человека не вернешь. Хоть за это спасибо. Дай Бог здоровья всем. Большое спасибо людям, которые нам помогают, которые нас не забывают. Ну, дай Бог всем мира, благополучия. И чтобы не было того, что у нас. Большое всем спасибо за понимание и за поддержку. Вновь образованное Республиканское научно-практическое общество хирургов Донецкой Народной Республики провело свое первое заседание. В нем приняли участие хирурги, онкологи, нейрохирурги, дерматологи, косметологи, врачи-интерны и студенты. У нас раньше существовало областное общество хирургов, именно подчеркиваю областное, так же, как во всех областях Украины и республиканское общество. То есть, ну, президиум был, структура та же. Но в связи с войной, в связи с тем, что мы сейчас находимся в блокаде и почти два года в военных действиях, у нас изменилась структура пациентов, у нас изменилось количество хирургов. Было их около тысячи, сейчас где-то примерно 400. Вот за все этот период войны у нас ни одного общества мы не собирали. И, наконец, мы поняли и решили, что нам нужно это общество. Теперь оно называется Республиканское общество хирургов ДНР. И под этим знаменем, как я уже сказал, около 400 хирургов находятся, в том числе сотрудники кафедры. Главной целью создания этого общества для вновь объединения хирургов городов, районов, республики, в общем, объединения, общения в хирургической среде о каких-то насущных, важных каких-то вопросах, сложных каких-то вопросах. Это один из моментов, который будет способствовать улучшению нашей хирургической специализированной помощи. На заседании общества хирургов специалисты выступили с докладами следующего содержания. Особенности первичной хирургической обработки обширных ран различны и теология. Хирургическая тактика при удалении обширных опухолей кожи. Также перед собравшимися предстал 7-летний ребенок, который полгода назад попал на лечение в Институт неотложной и восстановительной хирургии. Уже сегодня его здоровью ничего не угрожает, и он готовится к выписке. Пережив 13 операционных вмешательств, ребенок постепенно возвращается к полноценной жизни. Алина Черняева, Алина Боярская, Новороссия ТВ. 25 января отмечают сразу два праздника – Татьянин день и День студента. Святая Татьяна считается покровительницей студентов и педагогов. В этот день принято ставить свечи за успехи в учебе. Трудно отыскать студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник. Именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. И Татьянин день стал официальным университетским днем. В те времена он назывался днем основания Московского университета. С тех пор святая Татьяна считается покровительницей студентов. Я желаю всем добра, удачи, счастья, мира только с победой. Потому что когда говорят, пусть будет мир, там дальше трава не растет, это неправильно. И самое главное, как можно правильнее и лучше использовать те знания, которые вы имеете. И никогда не забывайте, в нашей русской традиции знания всегда были бесплатны, но они были неоценимы всегда. А вот америкосы всю жизнь копят для того, чтобы обучить своего ребенка завинчивать винт в левую сторону. Вот в этом между нами выгодная разница. Всех с праздником. Сегодня хороший русский праздник, День студента, Татьянин день. Вот сегодня побывал на форуме в Дон-Днассо, в большом республиканском студенческом. Видел много активной молодежи, строителей своего будущего и строителей будущего нашей республики. Что ж, хочется пожелать нашей молодежи успехов, успехов в учебе, успехов в научных проектах, в научных разработках. И, конечно же, знать, ради чего они учатся сейчас, понимать эту важность учебы и делать осознанные шаги каждый раз. Потому что, знаете, у нас изначально идет человек по накатанной, со школы, где-то там родители подсказали, где-то еще что-то. А дальше со студенчества начинается сценария взрослой жизни. И студенчество – это такая эпоха в жизни человека, когда он часто возвращается памятью потом в это прошлое. Это очень много друзей, очень много замечательных встреч, каких-то новых знаний. То есть, по сути, человек – это еще один этап в огранке человека, в его становлении. Очень важный этап. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали широкие гуляния более 100 лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шансы отдохнуть от учебы согласно народной мудрости. От бесконечного торжества его отвлекает лишь горячее сессионное время. Сейчас сдали экзамен, пойдем отметим день студента. Хоть свои 30. Старый, но студент все-таки. Но учиться никогда не поздно? Конечно, никогда не поздно. Может, хотите поздравить студентов? Всех поздравляю с этим днем, как очников, так и заочников. Дневной заочной формой обучения с праздником. Команда телеканала Новороссия ТВ также поздравляет студентов с этим праздником и желает успехов в учебе и творческого подхода к научной деятельности, достижения поставленных целей. Ну как? Сдала. Четыре. Четыре. Ты что? Спокойно. Понятно. Дарья Черничная, Алина Боярская, Новороссия ТВ. 25 января в Донецкой Академии Автомобильного Транспорта состоялось заседание круглого стола на тему «Учись и строй карьеру одновременно. Будущее автомобильной отрасли в ДНР в твоих руках». Заседание было приурочено к Всероссийскому Дню Студента. К этому празднику, Дню Студента, у нас в Академии прошли мероприятия по формированию нашей студенческой республики. Эта акция проводилась под эгидой Александра Захарченко. То есть мы хотим, чтобы наши студенты были активными, свою жизненную позицию активно высказывали. Так вот, когда, и сегодня мы будем уже вручать, или уже части студентов мы уже вручили наше удостоверение депутатов нашей студенческой республики. Так вот, когда мы эту работу начинали проводить по выбору актива, где-то примерно месяц назад, поступила от самих студентов инициатива о том, чтобы они хотели где-то себя проявить в общественной работе с учетом того основного, скажем, содержания образования, которое здесь они получают в Академии. Депутаты профильного комитета Народного совета по транспорту и связи и представители Министерства транспорта ДНР высказали мнение по актуальным проблемам автотранспортной отрасли, которые влияют на безопасность дорожного движения. Будут различные департаменты Министерства транспорта. Будем обсуждать проблематика, которая существует в нашей республике. Как ее решать, как выходить в сложившейся ситуации, решать на законодательном уровне. В ближайшее время нашим комитетом был разработан правки изменения в закон об автомобиле и транспорте. Там мы жестко начинаем борьбу с перевозчиками, которые являются нелегалами. То есть будет там уже и взыскание материальное. Мы уже начинаем бороться с этими перевозчиками и что-то уже вносить новое в нашу республику, улучшая как дороги был принят, закон об автомобильных дорогах, главой же подписан. Это подразумевает уже выделение из бюджета средств на восстановление наших дорог, которые пострадали вследствие агрессии Украины. То есть постепенно уже решается ряд проблем и думаю, сегодняшнее мероприятие поможет реализовать какие-то поставленные цели и улучшить взаимодействие, возможно, исполнительное хоро на власти, законодательное, и улучшить сферу автомобильного транспорта в нашей республике. Мероприятие проводится в рамках республиканского проекта студенческого самоуправления «Союз свободных студенческих республик СССР», который проходит при поддержке главы ДНР Александра Захарченко. Организаторами данного проекта выступили Министерство образования и науки ДНР, Министерство транспорта ДНР и Общественное движение «Молодая республика». Кроме того, недавно было организовано вузовское общественное движение за безопасность дорожного движения, программа которой была презентована на заседании «Круглого стола». Сегодня темой нашего «Круглого стола» будет презентация общественного движения за безопасность дорожного движения, суть деятельности которого будет направлена на пропаганду соблюдения правил дорожного движения на улицах нашего города Донецка и Донецкой республики в целом. Мы презентуем ряд мероприятий, которые будут способствовать реализации данного проекта с целью привлечения к этому проекту представителей законодательных органов власти и исполнительных, которые могут способствовать реализации данного проекта. Цель проекта – воспитание будущей управленческой элиты государства, подготовка высококвалифицированных всесторонне развитых менеджеров-управленцев, настоящих патриотов своей родины. Дмитрий Зиньковский, Геннадий Горбунов. Специально для Новороссия ТВ. 24 января в Центре славянской культуры состоялся концерт памяти Владимира Высоцкого, а точнее встреча друзей. Так великий поэт и актер любил называть свои выступления. Программа получила название «Мне есть чем оправдаться перед ним» и состоялась накануне дня рождения Владимира Семеновича. Когда мы рассматриваем какие-то произведения, которые по сути дела в различных областях стали классикой, а он классик в своей, в области бардовской песни, в области стиха своего, то они всегда современные, потому что они всегда читаются заново, заново и заново. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если просто не разберешь, он плох или хорош, то уж парня в горы с собой возьми. Я несла свою беду По весеннему, по льду, Подломился лед, Душа оборвалась, Камнем под воду пошла, А беда хоть тяжела, Но за острые края На мероприятии звучали стихи и песни великого поэта, но значительное место в творчестве Владимира Высоцкого принадлежит его песням о войне. Когда Владимира Семеновича спрашивали, почему он так много внимания уделяет теме войны, Высоцкий отвечал, что я пою песни о войне, чтобы никогда больше не было войны. К сожалению, слово «война» знакомо дончанам не понаслышке, поэтому творчество Владимира Высоцкого актуально сегодня, как никогда. Мне теперь не понять, Кто же прав был из нас В наших сборах Без сна и покоя Мне не стало хватать его Только сейчас, Когда он не вернулся из боя, Мне не стало хватать И вот только сейчас, Когда он не вернулся из боя, Сколько раз его песни перепевались, Сколько раз перечитывались его стихи. Каждый из исполнителей старался по-своему передать его манеру, но, как говорится, манеру можно скопировать, душу нет. Безусловно, Владимир Семенович никогда не перестанет волновать Наши сердца. Даже сегодня его произведения Продолжают пользоваться успехом И у молодых поколений. В любой его песне, стихотворении Каждый находит свое, близкое, родное. Спасибо великому поэту За то, что он оставил В наших душах свой свет. Маргарита Миронюк, Елена Чистякова Специально для Новороссия ТВ ПЕСНЯ КАМЕНЬ, ЧТО ПОКОЙ ТЕБЕ ПОДАРИЛ КАК ВЕЧНЫМ ОГНЁМ Сверкает днем вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил КАК ВЕЧНЫМ ОГНЁМ Сверкает днем вершина Изумрудным льдом, которую ты так и не покорил 26 января в художественно-выставочном центре «Арт Донбасс» Состоялось открытие нового долгожданного художественно-документального проекта Под названием «Наш Пушкин». Идея этой выставки заложена в высочайших устремлениях Сохранения истинно духовной культуры нашей страны. Ведь величие имени Александра Сергеевича Пушкина Совершенно неисчерпаемо. Сколько поколений не прикасалось К его удивительному творческому миру, Он всегда впереди. Экспозиция художественно-выставочного центра «Арт Донбасс» Готовилась на протяжении более пяти месяцев И предложила гостям города и дончанам Неожиданный срез многогранного присутствия гения в нашей жизни Здесь представлено более 200 экспонатов Среди которых раритетные книги Представленные библиотекой имени Надежды Константиновны Крупской Коллекция картин из Республиканского художественного музея Интересные экспонаты из Республиканского краеведческого музея А также скульптуры и картины наших современников Выполненные различными техниками Конечно же то, что специально писались для этой выставки Работ нашими художниками известными Это тоже очень трогает Потому что, наверное, тема Пушкина Это та тема, которая живет в нас Каждый из нас может в разные годы брать книжку Будь то сказка, будь то лирическое стихотворение Или драматическое, да Но все равно он по-новому будет читать и прочитывать Каждое слово, написанное поэтом И поэтому, наверное, задача этого проекта Чтобы нашу молодежь, да и, наверное, всех Опять возвратить к замечательным традициям Брать книги и читать Особый антураж выставки придавали молодые люди Одетые в наряды пушкинского времени Девушки в пышных платьях с веерами Парни в цилиндрах и бабочках прогуливались, рассматривая экспозицию Молодежь настолько вжилась в образ Что по ним с трудом можно было узнать, что они из современности Эти ребята на самом деле представляют Донецкую школу искусств номер 6 И большая часть выставки состоит именно из их работ Мне потребовалось несколько уроков Но это было не слишком сложно для меня Но зато весело Пушкин для меня, как уже говорилось ранее, это символ России Если мы говорим о России, то это значит Пушкин Это прекрасный писатель Конечно же, многие его произведения мне очень нравятся Как для каждой девушки, конечно, о любви, о нежности, все нравится Мне нравится сказочное направление именно поэзии Пушкина У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том И днем и ночью кот ученый приходит по цепи кругом Самое сложное для меня было дуб разукрасить И, конечно, без сюрпризов не обошлось Для всех присутствующих в честь открытия экспозиции выступали особые гости Приветственное слово сказал исполняющий обязанности Министра культуры Донецкой Народной Республики Михаил Желтяков Как любить русский язык, как любил его Александр Сергеевич Пушкин Так знать его, как знал его Александр Сергеевич Пушкин К великому сожалению, наверное, не умеет и не знает никто И сегодня у нас с вами есть удивительная возможность Прикоснуться к великому поэту Его великолепной поэзии Увидеть работы и фотографии Все, что связано в Донецком крае с именем великого Пушкина С восхитительным отрывком из произведения Евгения Негин Выступил Александр Порецкий, генеральный директор Донецкой академической филармонии В томлении грусти безнадежной В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный И снились милые черты И снились милые черты Поистине бурным восторгом и овациями Зрители приветствовали музыкантов, которые исполнили знаменитую классическую композицию И приятно удивили всех присутствующих Звучит музыкантов, генеральный директор Донецкой академической филармонии Одним из мастеров скульптуры, представившим свои работы на экспозиции, стал Юрий Коровушкин В этом виде искусства он работает уже более 50 лет Свою работу Пушкин-лицеист автор изготовил специально к открытию выставки Примечательно, что сделана она не из простого дерева Любимым моим материалом является дерево Дерево Очень много я работ уже сделал из дерева Необычная ситуация именно этого материала Дело в том, что наши девятиэтажки Не так далеко, возле Норда Обстреляли Это почти два года назад, в начале войны Да, и деревья некоторые были срублены Или с нарядами, осколком посечены Их спилили и оставили то ли на дрова, то ли кто возьмет Ну и я из этих деревьев выбрал себе для скульптуры На земле Донбасса живут такие люди Мы ценим нашу культуру, стараемся сохранить все, что с ней связано И, конечно, продолжаем созидать для наших потомков Наследие величайшего поэта Александра Сергеевича Пушкина Навсегда вписано в нашу историю Земли чудесный посетитель вдохновляет и изумляет беспрестанно Каждый из нас в любом возрасте открывает своего Пушкина В его неизменном и неповторимом слоге Маргарита Миронюк, Вячеслав Богайчук Специально для Новороссия ТВ А на этом у меня все Я напоминаю нашим телезрителям, что более подробную информацию вы можете получить Посетив официальные ресурсы Новороссии ТВ Интернет-сайт и Ютуб-канал Кроме того, команда телеканала Новороссия представляет документальный проект Гевара Фильм-посвящение, который расскажет зрителю об одном из величайших борцов За справедливость и независимость Смотрите 4 февраля только на телеканале Новороссия В студии для вас работал Дмитрий Подорожник Я с вами прощаюсь, всего доброго и не переключайте канал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok